Доброе утро! Какой вы нарядный, Руслан! Это неизбежно, да, вот такие украшения после боя? Ну, не всегда, но в моем случае это постоянно. Постоянно? Так что я не очень талантливый и сильный боксер, да. Понятно. Что для вас значил этот бой? Расскажите. Мы все его так ждали, так долго, вот он наконец свершился. Ну, для меня этот бой, это, конечно, мои уже самые главные победы и бои, они в прошлом. Но для меня этот бой именно, это был возможность сделать что-то доброе. Показать, оставить какой-то пример, показать пример добрый. Потому что можно выходить в ринг не только зарабатывать денег, но сделать что-то доброе и помочь кому-то. Благодаря таким способам. Но вообще, с какими чувствами вы ходили на ринг? Вы же наверняка уже приняли решение о том, что это будет последний бой. Вы знаете, только, наверное, буквально за несколько дней до боя, наверное, за два, за три, когда я утром бегал, я почему-то размышлял. Я погрузился на чувства, эмоции, которые я испытывал, когда был профессиональным спортсменом. И я понимал, что мне сегодня это крайне тяжело дается, что я все-таки не соскочился по вот таким вот чувствам, по этим эмоциям. Мне крайне тяжело они давались, это волнение, мандраж перед боем. Я уже, когда вот я сидел в раздевалке, уже буквально за несколько минут домой, я по нему, вот с командой, я в команде сказал, говорю, ребята, вы знаете, если честно, я говорю, как-то очень сильно захотелось домой. Очень сильно захотелось домой. Я понял, что я уже сегодня не готов испытывать эти чувства, эти эмоции, вот этот мандраж. Мне они даются тяжело. Наверное, все-таки я, потому что нечиславный человек. И я еще раз убедился в том, что надо все-таки вот здесь и сейчас поставить уже точку окончательно и заниматься тем, чем я сегодня занимаюсь. И окончательно уйти, скажем так, с профессионального спорта. Но спорт все равно будет со мной всю жизнь. Ну, я думаю, что это бесспорно. Этот турнир, он был благотворительный. Мы знаем, что вы этому направлению уделяете большое вообще внимание в своей жизни. Вот расскажите об этом. Какое место в вашей жизни сегодня занимает благотворительность? Я могу сказать, что, наверное, одно из главных, из ключевых моментов. Потому что, вы знаете, жизнь всегда коротка, время бесценно. И жить для себя, наверное, это глупо. Так как в этом и есть смысл жизни. Оставить после себя что-то. Что такое ад? Ад у каждого свой. Ад это не всегда там, где черти и смола. Мой ад это жизнь пустую. Поэтому вот этой помощью людям, тем, кто вокруг меня, окружающим. Я благодаря этому воспитываю своих детей. Говоря им, что вот именно это и есть сила. Сила — это не та, когда ты обижаешь слабого. Это не есть сила. Это проявление трусости, слабости. Сила — это когда человек может помочь ближнему. Вот это вот и есть проявление силы. Я вот на этом... Вот так я воспитываю своих детей. Показываю, что вот она. Понимаете? Так что вот для меня вот это вот и есть. Помощь людям — это и есть проявление силы. Ну, я с вами согласна, Руслан. А что дальше? Уже планировали? Чем дальше будете заниматься вообще? Какие планы сейчас выстроили уже себе путь? Что будете декламировать? Стихи, может быть? Ну, стихи обязательно. Стихи, спорт, поэзия. Это для меня неразделимые вещи. Это вещи, которые идут в параллели со мной. Я не только себя стараюсь воспитывать физически, но и умственно. И еще раз говорю, на собственном примере это показывать. И прежде всего своим детям, чтобы они росли на этом примере. Хочешь что-то изменить, начни с себя. И ты увидишь, как люди будут меняться рядом с тобой. Ну, мне сейчас не надо думать, чем я буду заниматься, так как у меня уже есть работа, и она крайне нелегкая. Я депутат окружной думы, вы это прекрасно знаете. Поэтому продолжу этим заниматься. Будете посвящать себя этому делу, да? Да, да. Сегодня это мой путь. Сегодня это мой путь, которому я посвящаю все свои силы, всю свою энергию. И в январе месяце я планирую уже вот на... Так как я зашел на второй созыв в этом году, в сентябре. И вот в январе месяце я сделаю первый свой объезд. Во втором созыве я традиционно в январе месяце объезжаю свой район Березовский. И вот в январе месяце я снова поеду уже во втором созыве. Руслан, мы поздравляем вас с победой. Мы поздравляем вас с новым этапом в жизни и наступающим Новым Годом. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо большое. До свидания. Пользуясь случаем, хочу тоже поздравить всем своих земляков и свой народ с этим. С наступающим Новым Годом. Будьте счастливы, друзья. Да, спасибо вам большое, Руслан. До свидания.